В общем, невозможно, наверное, словами описать, что то, что произошло, так полноценно. И, к сожалению, в моей жизни это происходит уже не первый раз. Вот так ты живешь с людьми, видишь их каждый день, общаешься по телефону, вы вместе растете по жизни, переживаете какие-то эмоции. Столько всего вы вместе делаете, а потом, на следующий день, ты приходишь к сознанию того факта, что близкого тебе человека больше нету и больше не будет. Все, что остается, это сделанная вами работа, память, фотографии, видео. Это очень прискорбно и очень больно осознавать, что столько плохих, негативных людей, злодеев живет на земле, а Бог забирает к себе лучших. Так рано. Что хочу сказать о Дли? Очень многие знают его исключительно по строчке. Встречайте прямо из Москвы Тимати и Диджей Дли. На самом деле Диджей Дли это гораздо больше, чем просто диджей. Это потрясающий по характеру, по складу ума человек. Это самый старший из нашей бригады, из Black Star Inc. Наверное, пацан. Ему было 34 года. Это первый в России диджей, который стал официально играть на вечеринках хип-хоп. То есть, если спросить у всех диджеев по всей стране, то вы узнаете, что уже в 96-м, в 97-м году диджей Дли официально играл хип-хоп на первых тусовках в Олимпийском. С одним человеком мы выросли в одном районе, на проспекте Мира. Он жил чуть дальше, в сторону ВДНХ. Там же жил Влад Валов, Лига, Панс. Это тот человек, на глазах которого хип-хоп-индустрия выросла и сформировалась, и он непосредственно участвовал в этом, в ее воссоздании. Это первый человек, который играл на хип-хоп-тусовках R&B формат. То есть, это первый диджей, который вывел хип-хоп-R&B-тусовки на новый, более коммерческий уровень. Это диджей Дли. Диджей Дли всегда глубоко изучал хип-хоп. Он очень здорово ориентировался в андеграунде, в олдскул хип-хоп, во всем том, что выходит сейчас. Даже занимался продакшеном, именно он придумал вот эти вот синтетические мотивы для трека в клубе, с которого стартовала моя сольная карьера. То есть, он непосредственно проучаствовал в моем становлении. Вот эти вот сэмплы, та-та-та-та-та-та-та, в клубе придумал именно диджей Дли. И очень жалко, что его жизнь так вот закончилась и оборвалась. Из-за какого-то идиота, который выскочил на встречную полосу и ударил его в лоб в лоб. Очень жаль, очень обидно, что из-за таких дураков погибают люди. А те люди, которых убивают, живут дальше. Хотя не мне судить. О нем у меня осталась лишь самая светлая память. Он был потрясающим человеком еще с другой стороны. Ни один из людей, организаторов, клубных промоутеров, его прокатчиков, который с ним работал, никогда не мог сказать, что диджей Дли куда-то опоздал, что-то не выполнил. Или вообще сказать, что это негативное. То есть, очень интересно, мнение о всех представителях шоу-бизнеса, оно всегда двоякое. То есть, кому-то нравится, кому-то не нравится. Кто-то считает кого-то слишком пафосным. Кто-то считает кого-то слишком простым человеком. Что касается диджея Дли, всегда позитивные отзывы ото всех. То есть, это был человек слова. Он сказал, он сделал. Этот человек очень многим помогал в индустрии. Одалживал денег. Все знали, что он очень добрый и не считали нужным никогда ему их возвращать. Но если ты позвонишь диджею Дли и скажешь, у меня реальные проблемы, помоги мне, пожалуйста. Мне нужно, не знаю, 300 долларов, 500, 1000 долларов. Он всегда придет на помощь и всегда тебе их даст. То есть, он был очень добрым человеком. С большим львиным сердцем. Очень жалко, что так произошло. Он всегда останется в моей памяти. Всегда будет в моем сердце, поскольку мы росли вместе. И я, можно сказать, вырос как артист на его глазах. Он был больше, наверное, как старший брат. Поэтому мне и всей нашей команде будет реально его не хватать. Это невосполнимая утрата для индустрии. Это невосполнимая утрата для клубов. Очень жаль, что так вышло. Сейчас мы занимаемся процедурой прощания. Вся информация есть в интернете. Все те, кто был и имел отношения и дружил с этим человеком, могут прийти на поминки. Все самые близкие. Мы ждем вас обязательно. И, конечно же, мы выпустим посмертный трек. И осталось еще некое количество материалов, неизданное, которые мы будем в течение года потихонечку выпускать. Упокойся с миром, брат. Мы реально тебя очень любим. И не забудем. DJI D. Rescue Games. Субтитры сделал DimaTorzok